Здравствуйте, друзья! Сегодня на 13 этаже говорим о событии, которое уже в третий раз пройдет в Архангельске. Конференция по интернет-маркетингу «Точки над И». 26 июня она состоится на новой площадке в конференц-зале Агентства регионального развития, который выступает организатором конференции. И у нас в студии гости, эксперт «Точек над И» Михаил Арсентьев и идейный вдохновитель проекта Светлана Шадрина. Приветствую вас! Здравствуйте! Светлана, первый вопрос к вам. Учитывая опыт прошлых лет, прошлых конференций, что лучше впитает в себя третья по счету конференция и какие новшества будут? Наверное, наша конференция отвечает тому, что происходит в интернет-маркетинге в принципе. Меняются инструменты, меняются акценты, меняются темы. И мы раз в год, хотя не исключено, что будем делать и раз в полгода, собираемся для того, чтобы обсудить, что же происходит, что эффективно и, что самое главное, что эффективно именно для бизнеса у нас в Поморье. Потому что те инструменты, которые хорошо заходят в каких-то крупных городах, с учетом нашей ментальности, с учетом особенностей рынка сбыта и так далее, могут совершенно давать не тот результат. И именно поэтому для нас с самого начала было важно, чтобы как можно больше было местных спикеров и экспертов, кто работает с этим. И это мы сохранили и в этот раз, хотя у нас есть гости и приезжие, и мы очень рады этому обстоятельству. У нас великолепные спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга Анатолий Татауров и Василий Смирнов. И они будут давать свои полуторачасовые мастер-классы, которые, я думаю, что не оставят равнодушными тех, кто придет к нам на конференцию или подключится к ней к онлайн-трансляции. Что касается еще нововведений, мы учли опыт прошлых лет о том, что хотели участники, чтобы две площадки были одновременно, потому что целый день с 10 до 7, как мы это делали раньше, слушать про интернет-маркетинг достаточно тяжело. Соответственно, этот выбор будет, хотя сейчас, когда мы комплектуем программу, есть ощущение, что разорваться между двумя темами, двумя площадками участникам будет тяжело, потому что темы все интересные, спикеры интересные, очень много новых лиц, но так как участники просили, соответственно, выполняем их просьбу. И у нас до этого ни разу не было онлайн-трансляции этого мероприятия, в этот раз мы это делаем, поэтому все, кто зарегистрируется и скажет, что им нужна онлайн-трансляция, мы дадим ссылку. Поэтому вот то, что мы приготовили из нового в этом формате. Ну и мы впервые встречаемся летом на самом деле, до этого мы встречались исключительно весной, но по ряду технических моментов мы перенесли в этот раз на конец июня. Ну и вот встреча летом произойдет и с Михаилом, уже в третий раз вы принимаете участие в конференции. Вы веб-разработчик и сильно знаю, ратуете за то, чтобы вся рутина, скажем так, волокита ушла в компьютеры, в искусственный интеллект, а у человека, у маркетолога, прежде всего, был полный простор для творчества. Но сколько возможно это сегодня? С помощью каких инструментов, программ? Ну, по сути, весь стекс современных технологий является инструментом для достижения этой цели. Нам доступны множество языков программирования, нам доступны фреймворки, библиотеки, некоторые готовые компоненты и даже готовые решения по принципу «бери и пользуйся». Как говорит один мой программист, я знаю блокчейн, бигдейта, машин леунинг и множество еще других крутых слов. Но если кроме юмора, то самым мощным инструментом все-таки будет являться именно внедрение нейросетей в бизнес-процессы компании. Мы сейчас как раз очень активно изучаем именно нейросети, мы уже успешно протестировали некоторые прототипы, но пока еще до сих пор никому в архангельские бизнес-процессы нейросети не внедряли. То есть, с этим опытом вы будете знакомить на конференции? Ну, не конкретно с этим опытом, об этом мы тоже поговорим. Но нейросеть – это сложная вещь, ее не так просто внедрить в бизнес-процессы. У нас есть первое – это все-таки внедрение нейросетей – это венчурная инвестиция. Второе – это очень долгосрочная перспектива разработки, и она сопровождается очень высоким бюджетом. Не каждая компания готова себе такое позволить, поэтому внедрение нейросетей мы очень хотим опробовать кому-то внедрить, но не каждая компания может себе позволить это повторить. Я знаю, что тема вашего выступления конкретно будет связана с платформой Bittrex. Что подразумевается, собственно говоря, под основными моментами выступления, о чем хотите рассказать? Тема выступления называется «Конвейер по зарабатыванию денег на базе Bittrex 24». По сути, мы автоматизировали определенный алгоритм. На примере агентства недвижимости я как раз буду рассказывать, как для агентства недвижимости мы автоматизировали полностью их алгоритм работы от момента касания с клиентом до момента завершения всех финальных документов и сделки. Есть у нас один клиент, агентство недвижимости, название не буду называть, они более 10 лет на рынке, и у них уже алгоритм отточен полностью. Если четко идти полностью по алгоритму и выполнять каждое действие правильно, то в конце концов ты придешь к успешному результату. И они до этого еще никогда не автоматизировали этот алгоритм. То есть они просто по нему шли, как понимают, так и делают. Сейчас мы написали программу на базе Bitrix 24, которая каждый раз говорит риелтору, что конкретно надо делать на этом этапе, что на следующем, каким образом можно именно этот этап закрыть успешно, чтобы перейти к следующему. То есть по сути риелтор, если будет делать все четко по нашей программе и не будет там ничего от себя добавлять, он точно придет к результату к успешному, и он не ошибется. То есть цель вообще нашей разработки – это исключить человеческий фактор полностью, ну насколько это возможно. И мы еще достигли такой цели, как мы опустили порог вхождения в должность. По сути можно взять любого человека, стороннего, не понимающего вообще, что происходит, посадить за систему, ему она система скажет, что делать здесь и сейчас, и он просто возьмет и сделает. Можно взять любого человека из любой другой отрасли, и он может стать риелтором буквально за несколько дней. Михаил, мы будем считать, что это был хороший анонс того, что выйдет на конференции, но все подробности мы узнаем 26 июня, когда придем в конференц-зал агентства регионального развития. Светлана, вот как раз про информацию, которой сегодня много вокруг нас. Одна из задач конференции – сделать так, чтобы эта информация не затерялась. Какими инструментами можно сегодня это достичь? Поменялись ли тренды, ну в сравнении даже с прошлым годом, со времен второй конференции «Точки над «ы»?» Смотрите, я здесь, может быть, немножечко расстрою всех наших зрителей и участников. Дело в том, что если ты не знаешь, кто твоя целевая аудитория, и если ты не знаешь характеристики этой целевой аудитории, твоя информация потеряется. Ее очень много, очень много появилось каналов, кто как общается. Сегодня есть и мессенджеры, сегодня очень много социальных сетей, профессиональных, общих. Сегодня есть очень много сайтов, идет очень большой поток рекламной информации. Поэтому основная задача маркетолога, как специалиста, в первую очередь проанализировать, понять, на кого ты хочешь работать, кому ты хочешь продавать, узнать, какими каналами пользуется именно твой потребитель, и подобрать наиболее эффективные для себя инструменты. И в этом отношении то, что говорил Михаил, и то, что говорят другие спикеры, как раз очень важно автоматизировать максимально. Сегодня ценность времени в маркетинге очень важна. Некогда отвлекаться на какие-то ерундовые процессы. Нужно взять, понять, что ты сейчас должен сделать, кому позвонить, что посмотреть, что проанализировать, какую статистику вовремя получить, для того, чтобы выйти на нужный результат. Поэтому нам очень важно, чтобы наши участники получили эту новую информацию о том, как меняются тренды. Если мы три года назад говорили о том, что, ребят, пожалуйста, идите в Инстаграм, готовьте себе платформу для продаж, очень многие относились к этому скептически. Мы до сих пор по Инстаграму, Михаил, наверное, подтвердит, пока еще я говорю про регион, пока очень сильно отстаем. И если посмотреть еще разницу по городам, то, конечно, Архангельск в большинстве, потом идет Северодвинск, область в целом подключена к Инстаграму крайне слабо. Хотя работает на продаже Инстаграм великолепно. И в прошлом году мы этот тренд озвучили, сняли, посмотрели на показатели, а сегодня практически все из наших участников, как мы видим, потому что мы смотрим на обратную связь, вышли в Инстаграм. Но, к сожалению, важно это делать быстрее, принимать эти решения, если ты хочешь быстрее и эффективнее продавать. Поэтому в этот раз, я думаю, очень многие наши спикеры расскажут о своих фишках, как быстрее донести эту информацию через те каналы, которые становятся все дороже, которые становятся все более и более заточены под продажи, а это, соответственно, очень сильно напрягает потребителя. То есть он хочет получать эту информацию в каком-то более легком варианте, а в неагрессивной рекламе. Поэтому каждый спикер приготовил свой набор инструментов, что и как нужно делать для того, чтобы успешно продавать. Ну и в этом году очень будет много, скажем так, личных историй. Потому что одно дело интернет-площадка, где мы появляемся, регистрируемся, что-то размещаем, как-то себя продвигаем, но и вот, скажем так, личности, человека тоже ведь не уйти сегодня. Ну, на самом деле, персональный бренд, все, что связано с блогингом, очень популярная тема. Это касается не только нашего региона, но и у нас подхватили эту волну, и успешно мы видим вырастание отдельных персон и личностей, которых в итоге знают уже проходящие мимо на улицах люди, и говорят, да, это вот тот самый, я на него подписан и прочее. И, естественно, когда мы даже вообще конференцию планировали, одна из задач, которую мы ставили, это показать нашим гражданам, нашим предпринимателям, что можно вести бизнес из любой точки, особенно если он связан с интернет-маркетингом. И успешные истории и кейсы показывают, как наши ребята совершенно спокойно, очень хорошо зарабатывают, проживая в Архангельске. И это тоже один из мотивов, почему люди выращивают свой персональный бренд, для того, чтобы через этот персональный бренд формировать продажи для себя или для других. Поэтому, наверное, и выходят на нас спикеры с таким предложением, чтобы поговорить об этом, рассказать, какие есть ошибки, какие есть здесь нюансы. На самом ли деле сформировался этот рынок, или он еще в зачаточном состоянии. И самое главное, наверное, для предпринимателей будет важно услышать, в каких блогеров, скажем так, стоит вкладывать и почему, а как распознать подделку. Ну вот как раз Михаил вместе с единомышленниками тоже, скажем так, вышел на некий новый уровень в разработке специальной платформы на спортивную тематику. Мы обычно привыкли, что нас ориентируют, может быть, где-то, где покушать лучше, где устроить шопинг. А вот вы замахнулись, скажем так, на непростую тему. К ней ведь и по всей стране, может быть, еще такого, скажем так, отношения сформировавшегося. Нет, да и нет опыта. А вот решились. Почему и, опять же, будет ли это жизнеспособно вот у нас в Архангельске? Смотри, вообще, я сам увлекаюсь спортом, занимаюсь настольным теннисом и мини-футболом. И у нас иногда возникает проблема, мы не можем собрать две команды, чтобы поиграть в футбол. У кого-то работа, семья, дела, не могут собраться люди. А я точно знаю, что в Архангельске полно футболистов, но я не могу их нигде найти. В соцсетях они не говорят о себе, что они футболисты. Не получается объединить команды. А есть люди, которые хотят тоже поиграть, как и мы. И нам пришла в голову идея сделать некий агрегатор, ресурс спортивный, на котором люди, спортсмены, могли бы между собой как-то общаться, собираться в команды, договариваться о встречах, ну и как-то интересно проводить время. И вот правильный вопрос, будет ли это жить. Эту задачу мы прорабатывали в первую очередь. Не задачу структуры, архитектуры, все это на потом. Сначала мы подумали, как мы вообще сделаем так, чтобы людям было интересно пользоваться этим ресурсом. Решение мы нашли. Скажем так, решение пока что типа засекречено немножко, не хочу о нем пока говорить, но мы почти уверены, процентов на 90, что это будет очень востребованный ресурс. И мы хотим использовать новый экспериментальный метод продвижения. Ни контекстная реклама, ни таргетинг, ни СММ, ничего. Совершенно новый метод продвижения. И почему-то нам кажется, что именно он выстроен именно по этой тематике. По другим тематикам он может не подойти, но по этой тематике он 100% зайдет. На конференции я планирую даже немножко приоткрыть занавес и рассказать, что это за конкретный инструмент. Поэтому приходите, слушайте. Ну вот у нас уже, скажем так, несколько, уже десяток причин, чтобы прийти. И вот интересный момент. Фотографов в этом году приглашаете на конференцию по интернет-маркетингу. Почему? Потому что время селфи и лакированных фото уже прошло? Или тут немножечко другая история? Здесь ситуация связана с тем, что, во-первых, у нас действительно очень много предпринимателей, которые ведут соответствующий вид деятельности и занимаются потрясающими фотографиями как семейного характера, так и снятием пейзажей и других историй. И на самом деле фотографы, которые работают в нашем регионе, имеют особую ценность в том плане, что они формируют в интернет-пространстве, сами того не подразумевая, имидж Архангельской области. Потому что это не что иное, как территориальный брендинг. И я думаю, что они даже об этом не подозревают. И поэтому мы хотим, чтобы они тоже более успешно продвигали себя в интернет-пространстве для того, чтобы заявить и о своих работах, и о том, почему они такие уникальные, и о том, что интересного есть у нас в регионе, чтобы сюда приезжали туристы, захотели побывать на Архангельской земле. И здесь на самом деле не ссотила от самих фотографов. То есть им захотелось поделиться этим опытом, как привлечь внимание к собственной персоне, как найти клиентов, когда таких, как ты, на рынке очень много. Поэтому это отдельный сегмент малого бизнеса, даже микробизнеса, я бы сказала. И мы хотим его, естественно, осветить. Итак, новая площадка, бесплатное участие, интересные спикеры. Если кратко, Михаил, то почему стоит прийти на конференцию, чего мы ждем от нее сегодня? Вообще я конкретно жду от конференции общения. Я на прошлых конференциях общался со всеми участниками, которые были в зале, но общения не было такого много. Просто что-то там, пару слов перекинулись и все. Конкретно я бы для себя отметил положительным результатом конференции, если мне удастся пообщаться с людьми, подискутировать, может быть, даже о чем-то поспорить, мнения какие-то выслушать. Я бы хотел, чтобы мы именно пообщались с людьми. Не просто я выступил и ушел, а вот конкретно после всего этого могли где-то собраться, поговорить. Вот это было бы для меня хорошим результатом конференции. И я считаю, что люди именно для этого должны прийти на конференцию, пообщаться. Я поддерживаю Михаила. У нас действительно северная наша ментальность. Мы вроде бы люди открытые и гостеприимные, но с общением и с коммуникациями у нас не так все хорошо, и в том числе по причине того, что мы все привыкли к интернет-общению. Нам проще написать в мессенджерах, в социальных сетях, а поговорить вживую мы уже делаем это с трудом. Поэтому, безусловно, хочется, чтобы люди познакомились друг с другом. Мы и в первый раз, и сейчас ставим для себя задачи, чтобы наши предприниматели узнали тех экспертов, которые работают на рынке, что есть ребята, с которыми можно поднимать собственные продажи. Общайтесь, знакомьтесь, пользуйтесь их опытом, выращивайте свой бизнес. И, соответственно, для того, чтобы повышать собственную конкурентоспособность тем, кто занимается интернет-маркетингом, важно получить обратную связь, насколько это было полезно, насколько это было интересно. Им, конечно, важно понимать отчаяние своих потребителей, которые, конечно, будут в зале в этот раз в большем количестве. Мы это видим уже и по регистрациям, и понятно, почему бесплатный вход, конечно, раскрывает двери для всех. Мы всех будем рады видеть. И особенно хотелось бы, чтобы муниципальные образования, отдаленные от Архангельска, подключились хотя бы к онлайн-трансляции, для того, чтобы это было максимально ценным. Зарегистрироваться и все увидеть очень просто. Сайт imarketing29.ru Три года подряд. Там все понятно. Спасибо большое, Михаил. Спасибо большое, Светлана. Я желаю вам новых интересных встреч, успешной работы на конференции. Ну и, собственно, до встречи 26 июня. Ждем вас. Спасибо. 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 О конференции по интернет-маркетингу «Точки надык» говорили сегодня в студии программы «13 этаж». 26 июня в конференц-зале агентства оригинального развития встречаются все, кому интересна эта тема. Ну а мы встречаемся с вами на 13 этаже совсем скоро. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok